Привет, друзья! Вы просили, и я прислушался к вашим просьбам, поэтому в сегодняшнем видео разбор пяти ошибок новичков в отжиманиях от пола. Итак, ошибка номер один, из-за которой возникает, наверное, 90% проблем с техникой, заключается в том, что люди начинают делать отжимания слишком рано, когда еще физически у них недостаточно сил для выполнения этого упражнения. Безусловно, всем кажется, что отжимания, но это же самое простое упражнение с собственным весом, которое еще все делали в школе. Но если вы заглянете в любую школу на урок физкультуры, то без труда заметите, что качество выполнения, безопасность и эффективность у всех школьников очень сильно страдает. Поэтому я всем рекомендую начать с более простых вариантов отжиманий, делать отжимания с колен, либо отжимания от скамейки. Не нужно считать, что это какие-то там девчачьи отжимания или слишком простые для таких крутых парней, как вы. Поверьте, гораздо проще отработать технику безопасную, эффективную, научиться включать в работу нужные группы мышц, когда вы делаете более простой вариант, когда у вас меньше точек контроля, за которыми нужно следить. В общем, правило первое. Начинайте с простых вариантов отжимания. Отжимания с колен, либо от скамейки. И когда вы уже научились делать 20-30 повторений четких, тогда двигайтесь дальше. Ошибка номер два, которая чаще всего встречается у новичков в отжиманиях, связана с положением головы, положением шеи. Наиболее безопасное положение является естественное, то есть когда вы отжимаетесь, и ваша голова, шея находятся в той же позиции, когда вы стоите. Да, то есть вот ровно. Очень часто у новичков можно увидеть вот такую картину. То есть вот он отжимается, вот так это выглядит, вот так вот. То есть у него шея и голова уходят очень сильно вперед. Это плохо по двум причинам. Во-первых, возникает излишняя нагрузка на шейные позвонки, что может привести в самом плохом случае к межпозвоночной грыже, которая останется с вами на всю жизнь. Это не лечится, и это очень-очень неприятно. Второй момент, который связан с этой ошибкой, это то, что многие отжимаются до касания носом пола. И если у вас голова уходит сильно вперед, то, соответственно, нос касается гораздо раньше пола, чем он должен был бы касаться. Ваши грудные, ваши трицепсы недополучают нагрузки, и это упражнение становится далеко не таким эффективным, каким оно могло бы быть. Ошибка номер три – это положение рук. Да, заметили, мы двигаемся сверху вниз по телу. Итак, наиболее оптимальным положением рук, плечей относительно тела будет под углом 45 градусов. Очень часто вы можете увидеть, что руки у людей располагаются либо под 90 градусов, да, вот так вот они отжимаются. Три, четыре, пять, шесть, семь. Из-за этого возникает очень неестественная нагрузка на плечевой сустав, из-за этого снимается очень сильная нагрузка с грудных мышц. Отжимания – это основное упражнение для грудных мышц и для трицепса. И, соответственно, делать в таком его варианте бессмысленно. При этом хочу еще раз заметить, что если мы говорим о положении рук вот в этом диапазоне, то есть от параллели с телом до 45 градусов, то нельзя сказать, что какой-то из них более правильно, какой-то из них менее правильно, потому что разница, по большому счету, связана только с тем, как нагрузка распределяется между грудными и трицепсом. Если мы говорим о положении рук вот под 45 градусов и вот выше, то здесь уже, да, чем вы выше размещаете руки, тем больше вероятность получения травм крючевого сустава, а это не очень хорошо. Поэтому, если вы не знаете, что вы делаете, и вы просто увидели, что кто-то вот так вот отжимается, не надо за ним повторять. Выберите для себя оптимальный вариант для начинающих – 45 градусов, само положение рук примерно ширине плеч, и отжимайтесь именно так. Да, голову, шею рассмотрели, про руки, плечи поговорили, двигаемся дальше, и у нас одна из моих любимейших ошибок – это прогиб в пояснице. Прогиб в пояснице – это то, что ты увидишь очень часто у людей, которые делают отжимания, а потом говорят, мне нужны какие-то дополнительные упражнения на пресс. Там на заднем плане опять утка пришла. Потому что они не чувствуют нагрузки на пресс в отжиманиях, потому что они не напрягают его. Именно из-за этого возникает, собственно говоря, прогиб в пояснице, потому что пресс не включен, они просто провисают им и работают только верхней половиной тела. Частая ошибка – запиши себя на камеру, либо попроси кого-нибудь посмотреть со стороны, нет ли у тебя ее. Есть еще и обратная ошибка, обратная просто про... Просто когда утка по листве идет, такой звук, как будто к тебе кто-то подкрадывается сзади, хотя я вижу в объективе, что сзади меня никого нет, а звук есть. И поэтому это очень странно выглядит. В общем, обратная ошибка прогиб в пояснице – это оттопыренная задница. Тоже очень часто встречающийся на площадках ошибка, и у меня большая просьба. Если ты не фитоняшка, то не надо так делать. Вот просто обязательно следи за этим моментом. Никогда так не делай, неважно какого ты пола. Не делай так, пожалуйста. Если вдруг ты фитоняшка, не мне тебя учить, как отжиматься. Ты лучше меня знаешь, что делать, ты делаешь все правильно, продолжай в том же духе. Ну а для всех остальных, это опять же ошибка связана с тем, что недостаток сил очень часто проявляется на последних повторах, которые идут уже уставшими, уже тяжело держать напряжение пресс, уже тяжело держать руки в напряжении, потому что все это время ты стоишь в упоре фактически, да, в отличие от планки. Кстати, вот почему, почему я не вижу смысла делать планку? Потому что если ты умеешь отжиматься от пола, то делать планку тебе нет никакого смысла. Ты можешь все то время, которое просто бы стоял в планке, делать отжимания, причем разные. И твой кор будет работать еще лучше, чем когда ты просто стоишь. А еще ты можешь совмещать статику и динамик, то есть отжимания, паузы и так далее. Следи за тем, чтобы задница не поднималась. Ты должен составлять прямую линию, или должна, девушки нас тоже смотрят, в общем, нужно составлять прямую линию, то есть вот от затылка через ягодичный и через пятки. Когда ты делаешь отжимания, должна проходить одна прямая линия. Тебе нужно за этим следить. Если линия нарушена, значит, что-то идет не так. Опять же, вторая ошибка, о которой я говорил, если у тебя шея опущена вниз, то линии прямой не будет, да, будет такой скос. Если у тебя прогиб поясницы, то тоже линии прямой не будет. Поэтому следи за этим, это отличный индикатор того, что ты все делаешь как надо. Ну, наконец, пятая ошибка в отжиманиях. Она, опять же, связана с тем, почему многие люди считают отжимания очень простым упражнением и не понимают, как от него можно получить результаты. Все связано с тем, как выполнять отжимания. Одно дело, когда вы быстро в очень маленькой амплитуде выполняете так 20, 30, 40, 50, 70 отжиманий, вот так. То это вот крайний. Крайний вариант того, как не получить вообще никаких результатов от отжиманий. Второй вариант, когда вы медленно опускаетесь, медленно поднимаетесь, и при этом вы чувствуете, как сжимаются ваши мышцы. Грудные или трицепсы, если вы делаете на трицепсы, это самый важный момент вообще в тренировках, особенно с собственным весом. Вам нужно чувствовать работу мышц. То есть, если вы хотите прокачать грудные, вам нужно чувствовать именно их сокращение. Потому что упражнения, отжимания, это комплексное упражнение, в котором задействуется большое количество мышц. Соответственно, как только у вас грудные начинают уставать, то им тут же на подмогу приходят другие мышцы, нагрузка с них снимается. Вот чтобы такого не происходило, чтобы вы получали максимальный результат от отжиманий, вы должны делать, во-первых, все подконтрольно, медленно, увеличивая время под нагрузкой, и чувствуя вот этот вот сжим. То есть, если вы просто попробуете руку увести вперед, вот сюда, то вы чувствуете, как у вас работает грудная мышца. То же самое вы должны чувствовать в отжиманиях. Если вы просто будете так пампиться, то, конечно, вы сможете говорить друзьям, что вы делаете сотню отжиманий от пола за подход. Вот. И это вроде как круто звучит, но, по-моему, нельзя будет сказать, что вы делаете сотню. Потому что в конечном итоге все эти цифры, там, 10, 20, 30, 40, 50, они ничего не значат. Мы здесь на площадке работаем не ради цифр. Мы работаем ради результата. Правильно? Правильно. В общем, вот такое вот видео получилось сегодня. Надеюсь, что оно так же полезно, как и предыдущее. У меня есть еще в мыслях снять видео про 5 ошибок новичков в отжиманиях на брусьях и выходах силы. Если эти темы интересны, то пишите в комментариях. Обязательно сделаю. И мы сделали страницу на Патреоне для того, чтобы те, кто хотят поддержать наш проект финансово, немножко дать нам денег, поскольку были такие запросы, могли это сделать в удобном формате, ежемесячные подписки, начиная от одного доллара. Вот здесь список пойдет всех тех, кто уже поддержал наш проект. Ребята, большое спасибо от меня, от Санька. Санька здесь нет, но как-нибудь в следующем видео с ним он обязательно скажет свое спасибо. Нам очень приятно, что то, что мы делаем, как-то откликается в ваших сердцах, и вы даже нас поддерживаете. На этом все на сегодня. Был рад записать для вас видео, и увидимся в следующих роликах, либо на открытых тренировках в Москве или других городах, если вы их посещаете. Обязательно приходите, у нас весело. Пока!